Телеканал КРТ представляет Компания Cheese Peak Energy Corporation заявила, что не может получить доступ к финансированию и рассматривает вопрос о реструктуризации своего долга в размере более 9 млрд долларов, если цены на нефть не восстановятся после резкого падения. Continental Resources Incorporated в мае снизит добычу нефти на 70% от текущего уровня, хотя изначально планировалось лишь 30% снижение. И это серьезно не только в цифровом измерении, но и в силу того, что владелец сланцевой компании Continental Resources Гарольд Хам является одновременно и крупнейшим сланцевым бароном и внештатным советником Дональда Трампа по вопросам энергетики. А американские сланцевые компании активно финансируют избирательные компании республиканцев. Именно Гарольд Хам вместе с альянсом производителя энергоресурсов США требовал от Министерства торговли США начать расследование демпинга Саудовской Аравии. Как результат, Дональд Трамп перешел от угроз к действиям. Согласно информации от Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника, США уже начали вывод из Саудовской Аравии двух ракетных батарей Patriot, несколько истребителей и 300 военнослужащих. Пикантные подробности. Сокращение американского контингента производится всего через 4 месяца после его наращивания ввиду иранской угрозы. И выводятся именно те две батареи, которые охраняли нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Но остаются еще две охраняющие авиабазу принца Султана в пустыне Саудовской Аравии, где расположены американские истребители. Так что теперь йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, способны одним локальным ударом поднять цену на нефть на нефтяных рынках до уровня, приемлемого для американских сланцевиков. Впрочем, мы же понимаем, что на то будет воля Аллаха, а не Трампа. Но наследный принц Салман, похоже, не стал проверять, насколько Аллах, Акбар в вопросах ценообразования на нефть и решил умилостивить Дональда Трампа. Вообще-то старые опытные принцы-консерваторы из нефтяносных стран залива прекрасно знают не очень старую восточную мудрость. Если быстро открутить нефтяной кран, то закручивать его придется еще быстрее. И вот теперь в этой мудрости экспериментальным путем убедился молодой и горячий наследный принц Мухаммед бен Салман, про которого говорят в семье не без реформатора. Согласно заявлению Саудовского информационного агентства от 11 мая, Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало компании «Сауди Арамка» снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравии в составе 4,8 миллиона баррелей в сутки, в абсолютном выражении страна будет добывать в июне всего 7,5 миллионов баррелей в сутки. Почти на 40% меньше, чем между окончанием действия соглашения ОПЕК+, и вступлением в силу ОПЕК++. Кроме того, Сауди Арамка поручена изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже уровня 8,5 миллиона баррелей в сутки по договоренности с клиентом. Представитель Министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства посредством дополнительных сокращений стимулировать другие страны-производители, выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка. Ну, строго говоря, в любом картеле, а ОПЕК с любым количеством плюсов – это картель, добровольное сокращение производства одними из участников, если к чему и стимулирует остальных, так это к тому, чтобы ничего не снижать. Но на самом деле, в данном случае, Эр-Риад имеет в виду Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, вместе с которыми он ранее взял обязательства суммарно сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки сверх обязательств по ОПЕК++. На этот раз благородный порыв саудитов Кувейт подхватил лишь на 80 тысяч баррелей в сутки, а Эмираты на 100 тысяч баррелей. Кроме того, сравнительно юный реформатор Бин Сальман имеет теперь возможность убедиться в том, что, начав непопулярные меры, остановиться уже будет очень сложно. Так, согласно сообщению агентства Reuters, в Королевстве в три раза поднята ставка налога на добавленную стоимость – с 5 до 15%. Приостановлена выплата пособий малообеспеченным и компенсация расходов на проживание для государственных служащих. Беспрецедентные меры жесткой экономии были приняты после того, как в первом квартале Королевство объявило о дефиците бюджета в 9 миллиардов долларов. При этом международные резервы сокращались самыми высокими темпами за 20 лет и упали до уровня 2011 года. Сокращены и приостановлены расходы на общую сумму в 26,6 миллиардов долларов. От себя дополню, что ввиду жесткой привязки саудовского реала к американскому доллару, у Эр-Риада весьма ограниченный набор инструментов реагирования на падение доходов от продажи нефти при резком сокращении ее добычи. Цитируемая Reuters Моника Малик, главный экономист коммерческого банка Абудаби, прогнозирует бюджетный дефицит Саудовской Аравии в рекордные 16,3% от ВВП на этот год. Однако не исключено, что проблемы Эр-Риада на этом не заканчиваются. Отдельные эксперты предполагают уже в ближайшие месяцы потепление отношений между Вашингтоном и Тегераном. Во всяком случае, именно предвестником такого потепления некоторые трактуют запись в твиттер Верховного Аяталы Ирана. Цитата. «Имам Хасан Мойтаба – самая смелая фигура в истории ислама. Он был готов пожертвовать собой и своей репутацией среди своих сторонников ради мира, чтобы защитить ислам и защитить Коран, а также направлять будущие поколения». Конец цитаты. Поясню для неверных. Речь идет об одном из ключевых моментов в становлении ислама. Когда в 661 году н.э. второй шиитский имам Хасан пришел к соглашению с Муавией – амиядским халифом. Компромисс предотвратил войну между суннитами и шиитами ценой признания суннитской династии амиядов в халифате. Иранский оппозиционный ресурс Iron Wire трактует эту отсылку к безоговорочному шиитскому авторитету как подготовку общественного мнения Ирана к возможным компромиссам с Соединенными Штатами. Буквально на следующий день официальный представитель иранского правительства Али Рабия заявил, что, цитата, «власти Ирана готовы к переговорам с США по обмену заключенными без предварительных условий». Конец цитаты. При том, что еще совсем недавно официальный Тегеран отвергал любые прямые переговоры с Белым домом за полгода до президентских выборов в США. Продолжение следует...